Девушки отдыхают Моих рекламных продуктов В первую очередь баннерных конструкций Закиданы веществом красящим Понятно, что я сразу же написал заявление Правоохранительные органы У меня нет ни малейшего сомнения В заказчике этого безобразия Потому что заляпанные грязью мои баннеры Это только часть той компании Которая развернута по дискредитации меня Как кандидата в депутаты Государственной Думы Причем развязанная конкретной политической партией Конкретными моими политическими оппонентами Это практически уже массовый характер Конкретная политическая партия Я имею ввиду КПРФ Сегодня перешла к атаке По дискредитации своего политического оппонента Игорь Тихонов соединил случившееся с баннерами С выпуском газетов Которая одна из страниц полностью посвящена Дискредитации его профессиональной деятельности Я характеризовал все вместе Как начало системной войны Был подготовлен материал Который направлен прямо С использованием всех необходимых Черных пиар технологий Которые мы давно договорились В Ульяновской области не использовать Для того, чтобы дискредитировать меня Как личность, как кандидата, как мою семью Дискредитировать мою семью И мою профессиональную деятельность Ну, во-первых Использовались Официальные совершенно данные Которые я подавал в избирательную комиссию При регистрации Но они интерпретировались и подавались В таком виде, чтобы выставить меня Относительно своего кандидата В максимально невыгодном свете Хотя больше всего в газетном выпуске Кандидат огорчил не это Больше всего возмутила вот эта вот Карикатура Которая оскорбляет Не столько Тихонова, как кандидата Или Тихонова, как человека А который оскорбляет Все педагогическое сообщество По большому счету Представляя школу Не как Место, где учат добру Как на моих баннерах Или как в моем, так сказать, рекламном лозунге А где место, где только сдают деньги На ремонт учебники На учебники, ремонт и охрану То есть, по большому счету прислали Позорный привет, так сказать Отвратительный привет всему учительскому сообществу Накануне 1 сентября Накануне начала учебного года Напомним, что перед началом выбранной кампании 5 августа 6 из 7 претендентов На должность губернатора Ульяновской области Подписали соглашение о чистой честных выборах Подразумевалось, что все участники процесса Будут придерживаться тех же правил игры Увы, судя по озвученному Игорем Тихонову В регионе все же пришли черные технологии Георгий Кузнецов, Юрий Конихин Новость Ульяновской правды